Продолжение следует... 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 имейте ввиду все, на молитве своих несите. Таинство намечается в июле месяце. В июле месяце будет. Там определяет какое число будет, но не раньше июля. После крещения, когда крещение у нас. Крещение будет седьмого? Да, седьмого июля. Вот после седьмого июля там, ближе к этому, будет тогда уже это, более понятнее тогда. Так, всем понятно? Все слышали? Да. Все. Ну вот. Так, если ко мне нет никаких вопросов, то я собираюсь, вот, мне надо еще доходить, чтобы потом успеть на прощенное воскресенье. Батюшка, как у вас здоровье? Здоровье, слава Богу. У людей хуже бывает. Помоги, Господи. Вижу вас всех. Помоги, Господи. Я все говорю в алтаре. Вы слышите меня? Все? Слышим. Слышно. Слышно? Ну, слава Богу. Что еще надо? Вижу всех. Всех я вас узнаю. Вы хотите? Сейчас я перечислю в той. Без очков. Если вы сомневаетесь в моем... Как сказать это? Дееспособности. Дееспособности, да. Это Марина вот сказала. Не сомневаемся. Это Ездра сидит. Это Даша, ее мать. Всех знаем. Ну, вот так вот. Если нет, никаких вопросов нет, нас признают своих овец. Нету ничего больше. Ну, вот у нас еще просили попросить прощения. Сестры написали. Светлана Занудинова звонилась. Валентина Павловна Борисовна. Галина Николаевна Кудрявцева. И Ценгара Татьяна Александровна. Тоже всех просят. И у батюшки, и у братьев-сестер прощения. Мы с ними не общаемся. Какое есть? Занудинова. Как они уехали? Сколько лет? Наверное, пятнадцать назад? Хочется. Или десять. И я только через людей, кого узнаю, как они живут, что там происходит. А они никогда не позвонят и ничего. Я дополню, батюшка. Надя Суханова как-то звонила. Семья Фаур. Михаил и Елена тоже. У всех просят. Так, возьмите просадки. Прощения, батюшка. Бог простит. Фаур, Елена и Михаил. Да, да. Понимаю. Они живут-то в каком месте? Где они? Усть-Пристань. Усть-Черышская. Усть-Черышская. Усть-Черышская пристань. Да. Усть-Черышская пристань. Ну, все. Тогда это... Ну, в больнице живет, как-то, что-то здесь. Кто-то напечатали, и как-то последнее слово... Его не видать. Просто... Да, вот оно, видишь, вот так-то... Давайте, я перейти сейчас. Да не надо, не надо. Нет, давай. Уже все. Так, я продолжу. Поскольку начал уже говорить о Фаурах. Михаила проапелировали. В понедельник уже его выписывают. Прошу молиться о хирурге Павле, который... Ну, это... Врач от Бога, что называется. Он очень добродетельный и всем готов помогать, причем бескорестным. Он одновременно и УЗИ занимается, и хирург, и... Он говорит, что я могу его поддержать, сколько нужно, для того, чтобы там потом его дальше дообследовать. Он хотел дообследовать желудок, желудок у него беспокоит. Но лучше ему сейчас выписаться в понедельник. Почему? Потому что они не трудоустроены оба. Не Елена, не Михаил. Елена пенсия. Что? Елена пенсия. Пенсия 13 тысяч на двоих. Из этих 13 тысяч 6 тысяч за коммунальные услуги. А Михаил же был... Вдвоем на 6 тысяч. За чем работал? Нет, он не работал за чем. Он получил аккредитацию фельдшера Акушера. Но получить-то получил, а там дальше случилось так, что ФАП практически закрыли. И ему подсунули документы, где написано было, что он увольняет, что его увольняют. Так что он уволен. Поэтому в понедельник у него... Я там раньше был знаком с бывшим ночведом. Я ему позвонил, он там с ними беседовал и обещает помощь. Вот. Но в понедельник, во вторник они пойдут к главному врачу. И будет решаться вопрос о трудоустройстве Михаила. А он же, понимаете, русский язык-то не знает толком-то. Ну, то есть... Подписал. Подписал, что называется, не глядя. Приказ об увольнении. Так что вот такая ситуация. По телевизору показывают, а он у нас... Так, ну, вроде как там теперь новые какие-то вакансии по новой ситуации вообще в здравоохранении. Поэтому, может быть, и получится их трудоустроить. Помоги, господи. Там же, да, или в одном месте? Еще брат Владимир еще в больнице, Кустинов. Может быть, даже в пятницу его выписали. Вот он был там. А Виталиев, молитесь, потому что... Наверное, можно уже включать, да? Серьезно. Да, заводим. Вот. Кто еще? Он дома. Он дома, да. Надежда Ивановна. На сегодняшний день она дома. Но 22-го числа у нее повторная госпитализация не для операции, а для реабилитации. Динамика явно положительная. Благодарим Господа. И благодарим хирурга Андрея. Тоже расположен в беседах, принимает все. Он мне тут чашку будет. Я ему подарил истину православия. Намереваюсь подарить ваши стихи Долженко. Ситуация такая, хорошая в отделении нейрохирургии, они так вот богосклонны. Распринимают своего Божия. Еще, кого вы не вспомнили, кто нуждается в нашей помощи? Про Любовь Петровна мы поговорили. Ну, Татьяна Александровна, она в Сенгазе. Мы поговорим о подробном болезни, где, что болит, как болит и как это, что. Не надо это рассказывать. Не надо это рассказывать. Не надо рассказывать, батюшка. Это врачам. А то начинались уже комментарии. Там это... А какие-то? Какой-то? Не, батюшка. Какой-то там это... Ну, не надо. А, простите, Христа Владимирович. Да же я знаю, откуда считать все Россию. Все Россия знает. Конечно. Простите, Христа Владимирович. Не надо. Борисова, вот она... Вчера я с ними разговаривала. Она кашляет, кашляет никак, не проходит у нее. Ну, вот, просила. И Галина Николаевна, тоже она себя плохо чувствует. Инриетта? Да. Ну да, Горсуэр. Да. У Галины Николаевны. Не могла она. Угу, понятно. Так, а кого-то еще не нравится. Ну, Людмила Степана болеет. Людмила Степана. Ну, я, 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 я... Еще у кого есть слова? Я не собралась. А куда шашку делась? Вы ее раздевали. Сейчас. Там, я, 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 я... А, на полочке. На полочке. Иначе, вам слово. А можно я скажу, а? Ну, говорите. Братья и сестры, я всех вас благодарю за вашу молитву. Я закончила с лечением своих глаз, но буду ходить, наблюдаться, делать РОТ в начале через месяц, потом через два, через три будут наблюдаться. Спаси Христос. Слава Христос. От них уж нет, а те уже до вечера. Про двух вопросов батюшка не сказал. Сегодня последний день голосования. Решается очень важный вопрос. Кто будет дальше руководить? Четыре кандидата. Я никогда не хожу, просто оповещаю. А молиться мы можем. Молиться написано, за царей и начальствующих. Кремудрый Соломон говорит, с начальствующим будет строгое взыскание на суде Божьем. Да будет воля твоя. Как тебе, Господи, угодно. А что от этого зависит, то да. Противники, которые... От того, которого уже нету, смытья нам. Они прямо ставят вопрос. Уже нам, говорит, не повернуть на другую сторону. Но, не ходить мы можем, массово сделать миллионы людей, чтобы не вышли. Сделать недействительный выбор. То есть, они не спят. Они стараются, то есть, полностью люди в враждебной стране. Им не надо ничего, потому что оттуда идет подпитка. Прямо показано. Обещал, которого нету теперь уже. Ты сделай так, чтобы тебя в полицию забрали. А как? Ну как не подадим милиционеру, пни его или что-то, тебя заберут. Десять тысяч евро сразу обещают, долларов. Ничего больше не надо. Сделать народ недовольным. Второе. Сегодня, в прощенное воскресенье, будет и здесь. Два дня назад, я говорю то, что люди не верят. Что есть ответ от Бога. Помолились, Господи, помилуй, прости, и меняется, ничего не меняется. Здесь, начиная молиться, сколько я мог помолиться, обычно гляну наружное наблюдение, сколько времени осталось, и все, это второй, третий час ночи. У меня внезапно, мне и мысль, как бы, я ее не вижу, а чувствую. С нашим сон исчез. Вот эти книги, третье издание, Песня православия. Подарить священникам, которые будут в Покровском соборе. Их вместе не собрать, а тут они будут. Я думал, что это за мысль. Вот это вот, я отложил, сколько, это мне обходится 70 тысяч, примерно. 70 тысяч. А у меня минимальная пенсия бомжа. Мне не давали работать, я сам где-то успевал, так власть прежняя, эти коросты ее растут. Дальше. Как это сделать, какое? Я, внук, у меня сон, ну, самое больше 47 секунд, чтобы я заснул. Здесь час идет второй, я не могу заснуть. У меня мысль побуждает снова на молитву. Господи, как это сделать? И как бы мысль мелькает. Встретиться с митрополитом. И вчера у нас могла встреча быть, уже мы были там, но в это время мы не могли дозвониться, и у нас телефона-то не было. А где, в каком месте он? Куда он отправился-то? В Толь-Белокурихе или где-то там, в богослужение? Значит, что дальше? Теперь дальше-то я не знаю. Теперь я снова молюсь, Господи, в какое время? У меня варианты свои есть. Вы сегодня, после 12, он уже закончил службу, позвонили ему. Ну, прийти-то мне, куда, в какое место? Да никуда, по телефону поговорить с ним, по телефону. На телефон не отвечает. Не отвечает, дальше-то отпало. Надо ходить дальше-то, что? Не знаю. Телефон не ответил, а что дальше делать? Видите, что делать? Через какое-то мгновение, еще там, через час, еще позвонить раз. Бывает, что человек где-то там отошел. Звоню-то я, а он мой номер-то не знает. А кто, почему? Ты звонишь? Ну, Игнатьич Иванович просит, чтобы я звонил. Ты же ему сам звонил? С его телефона. Он не хочет, я что? Да, Владимир. Ну, не хочет, а не. А почему ты сам-то не позвонишь? Ну, там мы стояли, он позвонил. Какая разница, у него телефон. Разница, чужой, чужой. Разница, вы тогда договорились, ты еще договорился, лет сколько, пять или семь было, сидели на пруду. Владыка, я буду вам дозвон делать. Да, Владыка, да, хорошо. Ну, позвоним, Батюш, как-то никуда не дели. Ну, позвоним, ты как-то... Ну, дни не отвечает, до этого было, звонили, ответа нету. А как, он сказал там через WhatsApp или что-то такое. Я говорю, ну... Так какой-то WhatsApp какой-то, чужой. Ну, не беда. Как? Я с вами дозвонил, и я дозвонил. Один вариант такой, когда он благословляет, в это время я подхожу, он меня как бы приостанавливает. Я скажу, Владыка, мы желаем подарить священники, которые здесь, благословите. Больше ничего не надо. Но в какое время дальше-то раздать? Оказывается, некоторые не до конца священники выходят, и я их уже не встречу. Это тоже у меня поперек стоит. Выйти на улице, стоять и ждать, когда кто выйдет. Ну, вроде, да и как так. Вот, вот этот... Сразу начинается это раздвоение мысли. Что лучше сделать? Прийти пораньше встретиться? Или поехать к нему сейчас в метрополию? Созвониться? А если нету... Ну, воскресенье. Они отвечают, может быть, а может телефон отключенный, мало ли что. Вот, помолиться об этом надо. Как дальше поступить? Что вот это мы сегодня распаковали. Примерно три человека в сумках будет нести. У меня один экземпляр. Ни один не распечатываем. Ну, и дальше... В каком месте? Когда подходят ко кресту все, а в это время я по ряду пройду? Или это ждать на улицу, уж хоть не все, да... Вот, я не знаю. Вот эта часть мне понятна была. Я принес, подготовили сумки и пойдем. Мы сейчас даже будем молиться, желательно дать Богу знать, что мы ждем от него ответа. В некоторых понятиях этого нет. Это как ты просил, там, ночь. Ты не имеешь, ты не имеешь права идти, ты можешь слишком далеко уйти. Я не думал об этом. И вдруг на молитве ночью, я понимаю, это Господь пробуждает. Почему? Я очень богат в этом смысле. Денег нет. Мы сейчас готовим новое издание, оно будет называться «Прокоди во свете Святой Библии». Вот вообрази. Ну, минимум почти по 10 миллионов обходится. А тираж, не знаем, сколько, 500 там, или тысячу экземпляров. Шесть томов. Вот здесь вот, допустим, 823 страницы. Вот здесь. Те будут книги, шесть томов, по 1300 страниц. В гораздо больше. Да умножь еще на шесть. Поэтому вот тоже надо как? Так, работа большая идет. Помощников у меня было в этот раз, примерно, 68 человек. 68, которые люди старались в видео превратить в борт, в буквы. То, что я на проповеди говорю. Ну, это уже к концу подходит работа. Теперь, корректировку надо проверить. А проверять, иногда не запил самое слово какое, проверять, все проходить только через меня. Я 14-16 часов каждый день сижу. В самый другой раз, наверное, еще даже на глаза не глядят. Ну, в начале надо окончить. А здесь, мне сказали, подобной книги для священников вообще нет. Взятой из тех, что только у них было. Настольные книги. Самые важные, закрещенные здесь. Приплюсованные к тому, к истинному православию, на корочке те же самые. Вот у меня два вопроса. А встречи со священниками, с подарками прийти. И с выборами. Себя нужно определить, что мне не все равно. Враги стараются, не случайно сатана объяснуется. А могут не избрать. Не знаю. Я не знаю. Я только знаю, что этот человек хотя бы приходит, священник зажигает. А другие придут. Он говорит, когда множество захватили, это он интервью дает. Представь, сколько человек. Что делать? Не знаю. Я встал перед иконой Божьей Матери и молился. Это президент наш. Это ни один президент в мире не скажет. И сколько раз я видел, вместе с патриархом заходят. Ну, иконы лежат. Он как всем положил. Православный поднет его лбом. Ну, сделает все православным. Вот. Вот у меня два вопроса. Которые сегодня разрешаются. Третий день выборы идут. А почему вы не ходите? Не хожу. Я имею право ходить или не ходить. Я только один раз ходил. Когда сказали перемену Конституции. Я пошел не за человека, а за то. Не надо его менять. Конституции достаточно для нас. А туда можно сейчас только намешать, что и домой не за чем заходить. Ты в себе везде виновен будешь. Вот. Молитва какая будет об этом. Что я не понимаю? Ну что? Брат спрашивает насчет завтрашнего дня. Мы никогда не судили. Меня что спрашивать? Как скажете? Вы придете? Я завтра не смотрю. Нет. Ну вот у нас дилемма все время. Кто-то придет или нет с работы. Кто-то придет или нет. Вот у меня Марина она рядом. Она поэтому приходит. И хотя бы там полчаса застает. Ну поэтому с пяти часов всегда и делали. Я думаю теперь уже светло. С пяти вполне. Не, ну с пяти конечно не с четырех. С четырех никогда не делали. У нас было в шесть и в пять. Все. Две. Чтобы четыре здесь было. И дальше продолжим. Что? Это отдай. Ну все на этом. Все пока. Пока подождать. Значит. Всем нужно сообщить, что покаянный канун у вас будет совершаться в пять часов. Так. Канун с пяти начинается? Пять. Пять часов. Приблизительно полтора часа. Я не могу разлютить. А ты уже. Что? Юли. Что? Это Юлина книга. Юлина? Да. Да, Юлия, вычеркай. Про Юлю мы не сказали. Юля заболела, поэтому надо бороться о ней. Людмила Степановна и я. Юлия Третьякова болеет. Мои молимся о ней. Что, завершаем? Занятия сегодня уже не будут. Нет, наверное. Занятия не надо. Достойно есть якова истину. Блажите Тя, Богородицу. Приснаблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Безислення Бога слова родшую. Сучую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия и наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правительность стороны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои на России за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Егова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. А, воотче! Господи, научи нас семякратно в день пострадать Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Божий наш, прими наши молитвы, возняй рук, как жертву вечернюю благоухания, приятного перед Пресловом Благодати Твоей. Боже, иссоедини наши молитвы с молитвом всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, помилуй, и о незаповедавших, кому возвестили, кто услышал о Тебе, но не принес покаяния. Коснись их сердец, дай им понять, что за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, счастье и поклонение, благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услышь нашу молитву о правителях. Кто должен быть? Только Ты знаешь, что послужит на пользу русскому народу. И устроит встречу со священниками, сделает для них важные для них подарки. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. По славу Божию. Занятия будут сегодня? Нет. Значит, закройте материю, а там лежит. Закройте книги.